Уважаемые подписчики и зрители, рад вас приветствовать на канале Алкофан. Сегодня мы находимся в моем родном городе Кропивницкий, на самой большой агро-выставке в Украине, которая называется Агроэкспо. В рамках этой выставки проходит ярмарок Покровский. Кроме товаров народного хозяйства, на этом ярмарке, конечно, есть закуски и алкогольные напитки. Крафтовые, домашние. В данный момент мы пойдем сейчас пообщаемся с производителями, продегустируем, закусим, ну и в общем посмотрим, познакомимся. Шановные подписчики, мы сейчас находимся біля очень хорошего человека, который очень хорош и вкусно готовит напои. Это Андрей. Если я на выставке, то пью только в его. Добрый день. Андрей, скажи, что ты интересного в этом году привез? И дай что-то попробовать, прогустируйте. Мастер, покажи свое мастерство. Есть очень много вещей, которыми можно хизировать, которые идут для насолоди, для открытия наших верхних и нижних рецепторов. Давай на бурштині. Давайте на бурштині покоштуемо. Есть очень хороший медовый дистиллят, который настоянный на каменьцах. Вона идет больше, как лековая, чем для вживания, для веселия. Какие там градусы? Порядка 47 градусов. Скучал. Это твое, это твое, это твое. Я знаю. Это ароматика. Яблочко модаечилось. Это грапа. Грапа, фрукты, точно. Это грапа на янтаре. Да. Класс. Класс. Нас приглашают древесарными продуктами, которые выготовляют власноруч. Это чистый медовый дистиллят подвейного перегона, витриманный на кропове, смородине и зубривке. Неймоверная речь. Приблизно 47-46% по спиртовойности. Дуже хорошо смакует и очень хорошо разряжает кровь. Это неймоверная речь на сегодняшний день. Солоденький пахнет. Нет. Это митовый праг. Солоденький травяненький. Но. Травка хорошая. А ну. Трошки хвостиков в меру. Вообще в меру, в меру, в меру, в меру. Как и треба, чтобы было. Или это трава такая дает трохи, да? Наверное, трава. Именно хлорофилл даёт такие. Во-первых, я использую только зеленые травы. Ни в коем случае не сушу. А почему? А потому что пигмент травы очень сильно дает смену продукту, в котором ты настоюешь. Кропива мает на себе на листочках очень много ядов. Когда ты высушуешь его, яд втрачается. А на живом продукте этот яд остается. И он смягчивает. И для чего я так скажу? Кропива, когда она отдаёт, иду в спилку с продуктом, которым я заливаю, она очень хорошо впливает на наш кишково-шлунковый тракт. И она восстановит нашу кровь. Понял. А что это такое в бутиле так красивым? Бутильок надо взагалі сняти. Это невероятная вещь. В этом бутиле больше 100 лет. По объему приблизно, как вы считаете, сколько? 30? Немного не вгадали. 20? Выше. 5? 30. 35-40. Молодцы. Зараз хвилиночку. Это для него чехол, который уже пережил очень много лет. Вот. Тай оператор. 34 литра. 34 литра. Есть такое терминование «золотое сечение», где глубина и ширина объединены. По золотому сечению строились пирамиды египетские. И продукт в этом объеме именно в этом объеме набивает какой-то своей энергетики. Какие там травы? Мы тут используем свежую зубривочку, свежую кропивочку нашу и ялевець разом с ягодами, на которых делают джини. Но мы это все поединали. Это травы поединаны. Дуже хорошо они вкусят, очень тонкие ароматы, но есть очень большой плюс. Певный градус по Цельсию изменяет полностью ароматику. То есть, если вы используете его при 9 градусах, он открывается одни ноти. Если 11-12 градусов, открывается геть другая трава. при 18-20 градусах взагалі такой калейдоскоп, что неимоверно вражение. Открывается рецептор и очень хорошо. Андрей, для наших подписчиков надо какой-то секрет настойки, чтобы люди сделали. Давай расскажи нам. Пропоную вам гарную настойку на журавлини. Это болотная ягода, которая впливает на наш кишково-шлунковый тракт, которая как противозапальна. Мы много с ней используем, как в солодощи, так и в квашеные продукты, так и компоти, так и дистилляционные напои. Мы делаем на ней вытяжку из той ягоды. Мы собираем ягоду на болоте, ее вымороживаем. Когда мы ее вымороживаем, она убирает гиркоту. И когда мы делаем вытяжку из той ягоды, она неимоверно набивает гарный смак и аромат. Но она не втрачает своих лековных властей. Кроме гуравлини, там что-то есть еще? Да, медовый дистиллят, который выполнен на березовом соц. Я делаю браги без додавания води. Есть медовый браги с додаванием березового соку. Я сброджую этот продукт, делаю браги на меду, делаю перегон и настаиваю на хороших ягодах. И это для споживание неимоверная вещь. Наливай. Мягко. И в конце терпкость, как положено, без горечи. Супер, рекомендую. Держи камеру. Это для наших друзей в гарном товаристве для споживания. Будь ласка. Друзья, Андрюха очень колоритный чувак. Просто душа компании. Если кому-то нужны его напитки, конечно, в описании под видео будут его контакты. Рекомендую. Я уже взял. партнеры. Друзья, на ярмарке есть также мои партнеры. Это компания древос. Вот их коптильни. Они здесь уже прямо на выставке, на ярмарке. Коптят, угощают людей. Сейчас узнаем, что они делают. Саша, расскажи, что в данный момент коптится в коптильне? Сейчас коптится телятина и сало. Давайте. Телятина? Покажешь? Покажу, конечно. Давайте. Саша, пожалуйста, расскажи, что ты коптишь, по какому рецепту и что в итоге будет? Мы коптим 4 килограмма сала и также у нас коптится примерно полтора килограмма телятины. Сало рецепт простейший. Мы его купили сегодня утром, засолили сразу в коптильню. А телятина, как вы видите, она замаринована соль, перец, кориандр, паприка, много чего. Полный рецепт можно посмотреть у нас в инстаграме. А по времени сколько это дело будет продолжаться примерно? Сало уже коптится на протяжении часа, примерно через час оно будет готово. Телятины нужно 70 градусов, чуть дольше, чем сало будет готовиться. В нем уже 44 градуса, нужно 70, оно будет готово через полтора часа. И мы будем давать людям пробовать его. Давай не попробуем. Попробуйте через полтора часа. А есть это попробовать вообще? Сейчас. Сейчас есть. Это наша предыдущая партия сало. Давайте подойдем. Мы его приготовили примерно полчаса назад. Оно уже готово. Берите, огощайтесь. Обратите внимание на структуру, сало. Оно прям до глубины прокоптилось. Саша, не будь менеджером. Вкусно, спасибо. Саша, расскажи, пожалуйста, что нового в коптильнях появилось? То, что нет у меня. Во-первых, это обшивка полная пищевой нержавеющей сталью. Например, здесь она реализована в полном виде. Конвектомат, который предусматривает полностью равномерное распределение тепла по камере. Он создает завихрение тепла внутри камеры и дыма, за счет также важный момент. Здесь предусмотрен слив вместо поддона. Эту камеру можно мыть керхером. К сливу подключить шланг, вывести наружу. Например, это классно, когда коптильня стоит в беседке. Важный еще момент. В этой коптильне предусмотрено утепление. Ее можно использовать даже в минус 30 на улице. Это только в этой. Также мы сейчас делаем часто компрессор, установленный в крыше. Здесь, обратите внимание, он лежит рядом, как и у вас, или подвешивается сбоку. Сейчас мы делаем компрессор внутри крыши. На лицевой панели идет регулятор. Через кабель-канал идет силиконовый суанг прямо к дымогенератору. Круто. Классно, что развиваетесь. То есть у меня коптильня уже старая, капец, да? Мы вам ее обновим. Все. Это будет на видео. Спасибо. Все, удачи вам. Спасибо большое. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!